МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего в мире построено около 23 миллионов километров дорог. Из них на платные трассы приходится 140 тысяч километров. Средняя стоимость платных дорог в Европе составляет 15 центов за километр. В Калифорнии за право проезда по свободной трассе придется отдать большее – 57 центов за километр. Дороже всего ездить в Австралии. Один километр на магистрали Истрон Дистрибьютор обойдется в 80 центов. А проезд через мост Гоу Битвин Бридж протяженностью в 300 метров стоит 2,5 американских доллара. То есть около 9 долларов за километр. По сравнению с мировыми расценками, российские дороги с анонсированной стоимостью в 2 рубля будут очень дешевыми. Платные дороги нужны всем, государству, людям и так далее. Вопрос только воплощения данной идеи. Будут огромные расходы, дорога очень дорогая. Москва-Петербург получается за 40 миллионов долларов, где-то за километр. Насколько это эффективно будет, насколько за 25-30 лет они смогут отбиться, не знаю. Какая будет плата, они тоже пока не знают. У ФСТ, у Федеральной службы по тарифам, пока нет даже понимания, как они будут регулировать эту плату и будут регулировать ее. Даже самые высокие пошлины на проезд не исправят глупости проектировщиков дорог. В рейтинге самых сложных развязок мира на третьем месте Таганская площадь в Москве. Здесь сходится 10 дорог по 6 полос в каждой. Это причина постоянных пробок и аварий. На втором месте развязка между 6 и 9 шоссе в Токио. Надписи на указателях здесь только на японском языке. К тому же участки схождения дорог сделаны из плотной резины. При въезде на них машина начинает трястись и подпрыгивать. На первом месте развязка шоссе Ай-710 и Ай-105 в Лос-Анджелесе. Местные жители прозвали ее Спагетти. Если водитель перестроится не на ту полосу, придется крайне долго искать путь обратно, путаясь в лапше и за стакан. А знаков и указателей столько, что они лишь вносят путаницу в движение. По действующему законодательству, если вы делаете какой-то участок платным, вы обязательно должны предусмотреть бесплатный объездной участок. А теперь представьте, если мы, скажем, тысячу или полторы тысячи километров трассы М4 сделаем платной, успеем ли мы за год построить полторы тысячи объездной дороги? Конечно же, нет. Нет. Скорее всего, уже в следующем году начнутся стихийные и, может быть, даже организованные акции протеста против введения платы за проезд по этим дорогам. Нужно готовиться к тому, что с нас будут брать не только повышенные акции за бензин и повышенный транспортный налог, но мы еще будем и передвигаться за деньги. А скоро, наверное, и дышать. Субтитры создавал DimaTorzok